Евангелие Сегодняшняя тема это Евангелие. Какое Евангелие это Царство Небесное восстановленное только через Христа? Добавляем две диаграммы, и они не смогли закончить. Первая диаграмма говорила по принципу Божьего творения и Его управления. И вторая говорила о компактном мире. Деаграмма говорится о духовном мире и физическом мире, которые существуют. И когда мы связываем эти два мира, мы называем это Вселенная. То есть это про видимого мира и о видимом мире. Инстаграмма говорится о духовном мире и о видимом мире. И человек — это единственное существо, которое живет на земле, но может знать и наслаждаться благословениями, которые на небе. И человек — это единственное существо, которое живет на земле. И Бог создает человека особым образом, как духовное творение. И оттуда вы можете выявить правильное отношение между Богом и человеком. И Бог дал человеку завет, и этот завет говорит о правильных отношениях между людьми и человеком. И Бог дал ему обращение, и обращение о духовном мире, и обращение о духовном мире. И из-за этого завета, что не кушай, а бедра познания добрая зла, потому что когда кушаешь, сверху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok 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 Он говорит, что если вы делаете это, то все будет добавлено к вам. Он говорит, что если вы делаете это, то все будет добавлено к вам. Он говорит, что если вы делаете это, то все будет добавлено к вам. Он говорит, что в паеуме он говорит о царстве Божьем и уча по Господе Иисусу. И никто не может остановить это. Поэтому если вы посмотрите книгу Диане, то эта книга не имеет конца. Поэтому необходимо правильно понять эти два библейских стиха, что Павел проповедовал по царстве Божьем и смело проповедовал по обык Иисусе Христе. Иисус не имеет конца. Царство Божие, Сатана, Царство Сатаны. Сейчас я объясню. Субтитры создавал DimaTorzok Он пропадал Евангелие Царствию Божию, как же он сказал, что когда это Евангелие Царствия Божия будет пропадено до края земли, тогда придёт конец. Поэтому, Иисус говорит им о семье, кто бы были через жилья, кто бы была приятеля. Рекады. Матфея, в 417, когда Иисус начал служение общественное, А что Он сказал? Покайтесь, либо Царство Божие есть рядом. Магомогумы есть то, что мы видим, что в Харангане мы находимся в Харангане, и мы находимся в Харангане, и мы находимся в Харангане. И мы находимся в Харангане. Если мы посмотрим Марк 1.15, там немного по-другому говорится, что Царствие Божие уже есть рядом, поэтому покайтесь и веруйте в Евангелие. Да, Харгане, это не только для того, чтобы верить, что происходит. Поэтому что такое? Это когда мы отворачиваемся. Поворачивайся. Это когда мы понимаем Евангелие и отворачиваемся от Царства Сатаны по направлению Царства Божия. Мы находимся в Харангане, в Харангане, в Харангане. Когда мы слушаем Евангелие, то в момент мы можем понять, что мы уже думали в Харангане. Как мы понимаем это? Если вы правильно поймете Евангелие, тогда вы поймете, что до этого мы жили в Царстве Сатаны. У меня желательно забыть, когда мы в Харангане приятели, тогда мы не прожим, вы должны развернуться к Царству Божию, и отвернуться к Царству Божию. И тогда вы поймете что он не понимает это? Повернуться по направлению Царства Божию и отвернуться от Царства Сатаны. Так вот она говорит, как она будет помыть, а богу, вы видите. Но мы не можем просто так повернуться в Царство Небесное и войти, поэтому чтобы войти на Царство Небесное Иисусского вверх и в Евангелие. Иисус сказал, что Иисус говорит о Царстве Небесном, приглашал Царство Небесное и совершал обещания о Царстве Небесном. Иисус говорит, что Бог, который пребывает на небе, спустился в ограниченный мир, с этого момента начинается Царство Небесное. Иисус говорит, что Бог не сталкивает, который Pub in the Поэтому если вы хотите войти в это Царство Небесное, то вам необходимо иметь веру во Иисуса Христа, это вера в Евангелие. Иисус говорит о том, что Царство Небесное совершается на этой земле. Иисус говорит о том, что Царство Небесное совершается прямо сейчас на этой земле. Иисус говорит о том, что Царство Небесное совершается на этой земле. Иисус говорит о том, что если я сгоняю бесом Духом Божьим, то Царство Небесное достигло вас. То есть значение такое, что если бесы уходят Духом Божьим, тогда Царство Божьим уходит на это место. Иисус говорит о том, что Царство Небесное совершается на этой земле. Иисус говорит о том, что Царство Небесное совершается на этой земле. Это — Сухнинг и по Сатани Сухнинг и по Сатани и по Сатани и по С mijу, по Симу, самому свою работу Бога на земле будет об этом Святая 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 Дверь Человек приходит к небу Третье Святая Святая Дверь Peterson приходит на землю И только Схятая Святая Дверь И если вы посмотрите в Матфея 13 глава, вы сможете найти притчи о Царстве Небесной. И вот эти все притчи говорят о том, что Царство Небесной. Оно распространяется, оно расширяется. И вот это Царство Небесное, оно распространяется постепенно или секретным образом, но общая черта, что оно постоянно расширяется, растет. Это то, о чем Иисус говорил, когда Он совершал Су общественное рассуждение. Иисус говорит о том, что это божественство, оно завершится в тот момент, когда Иисус придет во второй раз. Иисус говорит о том, что Иисус придет и был судить мир. Иисус говорит о том, что и был решатель. И Pig. Он будет судить всех людей по поступкам, потом совершить царство небесно и победить смерть. Иисус, это вот Иоанн, где есть просас Beyond. Апостолы, они не говорили о Богом с К CF, а не о чем он говорили нужны? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Адам был искушен сатаной, но когда сатана подошел к Иисусу, Иисус победил его и сам его схватил. Иисус преодолел три виды искушения от сатаны. Иисус сказал, что сатана прошел прочь от меня, потому что ты тот, который хочешь привести меня к Победе. Иисус сказал, что служи только одному Богу твоему. Иисус сказал, что Богу твоему. Он овлеклся, и что будет искушение от сатаны. Иисус сказал, что Богу не вернулся. Иисус говорит, что Иисус связал с Сатаном. Иисус говорит, что Иисус связал с Сатаном. ess aware of this or that example that exists. После этого иисус уже начал своё служение, исцелял больных изгонял бед. И потом он был воспятан на кресте кривой, и затем он воскресил Боги, чего будет? Какое самое главное оружие сатаны? Сатана, который держит державу смерти. Сатана, который держит державу смерти. И именно сатана распял Иисуса на кресте. Идите, Иисуса на крест. Иисуса на кресте. Иисуса на крест. Да, сатана, держа державу смерти, он, используя евреев, распял Иисуса на кресте. Иисус, как Сейтсен, коломбировал Иисуса на кресте. Иисус, как Сейтсен, коломбировал Иисуса на кресте. Давайте посмотрим Евреям 2, 14, 16. Иисус, как Сейтсен, коломбировал Иисуса на кресте. Иисус, как Сейтсен, коломбировал Иисусу на кресте. Иисус, как Сейтсен, коломбировал Иисус в Христе. Силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Сатана, если распять Иисуса на кресте, тогда все, на этом закончилось. И что Библия говорит? Библия говорит, что Он, то есть Иисус, смертью лишил сил и меньшего державу смерти, то есть дьявол. Парадокс. И это то, что мы называем парадокс. И Бог использовал Сатану, который держит державу смерти, для того, чтобы совершить свое же спасение. Это не значит, что Иисус уброшен, что Сатана обманул Иисуса, нет. Он умер? Он умер. Вот? Иисус уброшен. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Поэтому крест — это событие Христа. Креста Баулы нырки пьезы. Раба зоны падали. Креста кьеса уринай в Яльчугу шатай. Это как вы посмотрите в римлян 5.8. Он говорит, что Христос умер за нас. Поэтому, если вы посмотрите в римлян 5.8, то написано, что Христос умер за нас. Но это не значит, что Христос умер за нас. Это не значит, что Христос умер за нас. Потому, что Христос умер за нас. Но это не означает, что Христос умер на кресте, потому-что Христос умер за нас. Нет. Также, кем в Римлян 5,4, Он deal. Посвятал Сатана и что Христос умер за нас. Римлян 5.8, Иисус говорит о том, что не из сатана он распял Иисуса, не из сатана, а Христос подливил за нас, чтобы дать нам спасение. И какое свидетельство этому? Это и есть воскресение. Если бы Иисус не воскрес, это значит, что он был распят на кресте, и тогда сатана бы одержал победу. Но Иисус воскрес, поэтому Иисус одержал победу. Вы и сэн мёля, а сэн дяй, а сэн шляпи жил вилля, а ун дэй. Аллилуйя. Ей, Бога, урега, дь дэй. Писи дэй. И сейчас мы должны знать, почему я делаю эту объяснение. Это такая биологическая история, но я называю это дэй, дэй. Вы меня понимаете, почему я говорю это все в таком теологическом стиле? Потому что это то, что мы называем дэй. Как это? День решения. Если бы или нет, он это, он, который бы и не истор, он и разбил его. Прямо, на кресте, в тот день, сатана бы пара за в сатана. Почему я не знаю, что вы знаете, это, что в этом году, в Северном Европе, в Победании с декилище «рue». Назадный Authentus под И во время Второй мировой войны, когда американская армия хотела напасть... Когда объединенная армия хотела атаковать Германию, они через Нормандию шли на Германию. И в тот день, когда они разработали эту стратегию, начали ее, они назвали это Ди Дэй, потому что в тот день последняя победа над Германией. И в тот день, когда Ди Дэй, теологи используют для того, чтобы пояснить победу Иисуса над смертью, когда Он ее на кресте. Несмотря на то, что это была очень важная победа Иисуса над смертью, но это не значит, что Иисус полностью победил. Потому что, когда Докили, в тот день, в Докили, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве. И для следующего года, они продолжали в Берлину и все остальные силы. И после того, как объединенная армия начала эту стратегию Ди Дэй, в течение года они атаковали Берлин и потом победили. И потом это называется Ви Дэй, то есть Ви, Викторию, День Победы. Но в тот день, когда они начали вот эту свою стратегию, идя через Францию, Германию, то есть вот это они называют Ди Дэй. То есть, важное начало последней победы. То есть, в Киеве, он говорит, что они начали смерти. То есть, что он может покинуть… То есть, как он может казаться смерти. И когда Иисус номер на кресте, в тот момент он совершил важную победу, победив смерть и победив Сатана, который держал державу смерть. И после того, как приняли такую стратегию, только спустя год они завоевали Германию, и тогда они назвали это «Витдей», то есть «День Победы». Иисус говорит, «Витдей», 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 «Витдей». Поэтому «День Победы» это тот, когда Иисус на кресте победил Сатану, но когда он одержит окончательную победу «Витдей», это откровение 20-22 года, когда он придет во второй раз и полностью уже разрушит Сатану. Да. Аппепепетувави, ольхапчеза. Аппепетувави, ольхапчеза. Аппепетував. 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 Аппепепетував. Поэтому, если вы свяжете вот это послание с предыдущими двумя диаграммами, тогда вы поймете всадочząцем небесном, которое должно быть постановлено только через Иисуса Христа. Кресте Иисуса Христа, воскресенье, Его вознесение, и второе пришествие. Возгрешный Господь Иисус значит, что Он является нашим Господом. Иисус значит, что Он является нашим Господом, и Он является нашим Господом, и Он является нашим Господом. Он является нашим Господом, и Он является нашим Господом. Иисус говорит, что Павел проповедовал все об Иисусе Христа. Иисус говорит, что Он является нашим Господом, и Он является нашим Господом. Поэтому Царство Небесное – это главное послание всего служения Иисуса Христа. Иисус говорит, что он является нашим Господом, и он является нашим Господом. Царство Небесное – это самое главное. Что такое крест? Это то, что Иисус является Христом. Что такое воскрешенный Господь Иисус? Он есть мой Господь. Что значит воскрешенный Господь? Господь господствующий. Иисус, который придет во второй раз, он будет в роли Судьи. И наше справедование веры, оно тоже есть здесь внутри. Иисус, что происходит. Иисус, и мы все, что attic. Иисус, и мы все выполним. Иисус, прочее всего. Иисус, и мы все. Иисус, все достаточно. Иисус, это все. Субтитры делал DimaTorzok